Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим торт с сгущёнкой. Называется торт шоколадная девочка. Это вкусные коржи на основе сгущённого молока с шоколадным кремом. Получается торт необычайно вкусный. Он прекрасно украсит ваш праздничный или новогодний стол. Сначала приготовим шоколадные бисквиты. 100 грамм сливочного масла растопим в микроволновой печи. Вместо сливочного масла можно использовать маргарин. И отставим в сторонку, пусть он пока остынет. И смешаем серо-сыпчатые ингредиенты. 160 грамм муки, 30 грамм темного несладкого какао и 10 грамм разрыхлителя. 10 грамм это 2 чайные ложки. Все перемешаем венчиком. И теперь смешаем 2 яйца, щепотку соли и 380 грамм сгущённого молока в стандартную баночку. Еще раз все перемешаем венчиком до однородного состояния. Как вы смогли заметить, замешивается тесто очень быстро и все с помощью обычного венчика. Но при желании можно воспользоваться и миксером. Это не имеет значения. И теперь в перемешанные с сахаром и сгущёнкой яйца добавляем все рассыпчатые ингредиенты и уже немного остывшее растопленное сливочное масло. И перемешиваем все до полной однородности. Так, чтобы не осталось никаких комочков. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Оно стекает ленточкой с венчика. Затем я установила кондитерское кольцо на размер 19 сантиметров. И выкладываю по 3 столовые ложки теста. Все аккуратно разравниваю. То же самое можно сделать без кондитерского кольца, отчертив на пергаменте с помощью тарелки нужный вам диаметр. И также выкладываем тесто и все аккуратно разравниваем. Я буду запекать сразу по 2 коржа. Из данного количества теста получается примерно 7-8 коржей. Отправляем запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Как проверить, готов ли корж? Вот таким способом. Если края отстают легко, значит корж уже готов. Готовым коржам даем полностью остыть. И, чтобы они не слиплись между собой, перекладываем каждый корж пергаментной бумагой. В общей сложности у меня получилось 7 коржей. Каждый корж я подравниваю, чтобы тортик получился еще более красивым. И теперь приготовим крем. Для этого 200 грамм темного шоколада ставим в микроволновую печь растопиться короткими импульсами по 30 секунд. Делайте это осторожно, чтобы не испортить шоколад. Время от времени достаем и перемешиваем. Также это можно сделать на водяной бане. Растопленному шоколаду даем остыть до комнатной температуры. И в другой емкости смешаем 250 миллилитров жирных сливок и 250 грамм маскарпоне. Сливки и маскарпоне должны быть очень хорошо охлаждены. В сливки и маскарпоне добавляем 70 грамм сахарной пудры и взбиваем миксером до полного загустения. У меня этот процесс занимает буквально 3-4 минуты. Во взбитые сливки и маскарпоне добавляем растопленный уже остывший шоколад. Сначала перемешиваем венчиком или лопаткой и затем еще раз все тщательно перемешиваем миксером. Но не взбиваем, а просто перемешиваем. Получается этот крем очень вкусный и он прекрасно держит форму. При желании с помощью этого крема можно сделать также узоры на торте. Собираем торт. На подложку устанавливаем кондитерское кольцо, выкладываем немного крема и выкладываем первый корж. Сверху на корж выкладываем 2-3 столовые ложки крема. Аккуратно разравниваем и выкладываем следующий корж. И также продолжаем. Крем-корж, крем-корж. Я собираю торт в кондитерском кольце, но его можно прекрасно собрать и без него. Мне просто так удобнее и быстрее. И последний корж тоже смазываем кремом, накрываем пищевой пленкой и убираем настояться и пропитаться в холодильник на ночь. По истечении данного времени убираем пищевую пленку, подравниваем тортик немного сверху и по бокам и украшаем его по желанию. Я сделала стружку из шоколада и сверху присыпала тортик с шоколадом. Получается очень красиво, готовится тортик просто. Такой торт обязательно понравится всем домашним, потому что почти что все любят шоколадные торты. Давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем. С уверенностью могу сказать, что получается очень-очень вкусно, красиво. Шоколадная девочка прекрасно украсит новогодний стол, день рождения. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всех поздравляю с наступающими праздниками, берегите себя и своих близких!